На Рейнмаре состоялись публичные слушания по проекту окружного бюджета на предстоящие три года. Законопроект был подготовлен администрацией региона и внесен в собрание депутатов округа 18 октября. Замечания и предложения по проекту окружного бюджета принимались заранее в письменной форме. В адрес парламентариев поступило порядка 20 вопросов, в том числе 13 вопросов от жителей округа. Проект окружного бюджета на предстоящие три года представила руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. По словам вице-губернатора, основными направлениями и задачами бюджетной политики на 2020 и 2022 годы являются выполнение национальных и региональных проектов, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы в условиях ограниченности финансовых ресурсов, в том числе сокращение дефицита и государственного долга окружного бюджета. На 2020 год два с лишним миллиарда уже запланировано на нацпроекты. Самые крупные это, конечно, дороги, образование, здравоохранение, демография. Но если говорить в целом, то на сегодня запланировано у нас финансирование 29 регпроектов в рамках 9 национальных проектов. В этом году у нас было 28, поэтому мы уже увеличиваем количество регпроектов, финансируемых из федерального бюджета. Но всего у нас 47 регпроектов, которые будут включаться постепенно по годам. Детальный заместитель губернатора рассказала о доходной и расходной частях окружного бюджета. В проекте закона основные параметры окружного бюджета на 2020 год составляют доходы 16 миллиардов 744 миллиона рублей, в том числе безвозмездные поступления из федерального бюджета 901 миллион рублей, расходы 19 миллиардов 45 миллионов рублей, дефицит 2 миллиарда 300 миллионов рублей или 14,5%. Наибольшую долю в доходной части бюджета занимают доходы в виде доли налога на имущество организаций – 37%, следующей по величине – доля прибыльной продукции от Харягинского месторождения – 29%, и налог на прибыль организаций – 21%. В общей структуре расходов окружного бюджета наибольший удельный вес в 2020 году составляют расходы по разделам образования – 27%, национальная экономика – 22%, социальная политика – 18%, жилищно-коммунальное хозяйство – 9% и здравоохранение – 8%. Таким образом, 57% удельного веса объема расходов окружного бюджета приходится на социальную сферу, 43% занимают прочие сектора экономики. В ходе публичных слушаний депутаты окружного собрания задали докладчику ряд вопросов. Часть из них касалась здравоохранения. Речь шла о приобретении МРТ, оказании высокотехнологичной помощи, обновлении медицинского оборудования, увеличении выплаты онкобольным. Также народных избранников интересовал вопрос строительства специализированного жилья на селе и в целом разработка комплексного развития территории. На федеральном уровне есть государственная программа комплексного развития сельских территорий. Когда будет разработана у нас региональная программа. Если не разработана, то когда будет разработана, это первая. И основная проблема – это, конечно, жилье. Мы говорим о том, что у нас нет жилья специализированного, поэтому не едут специалисты, поэтому у нас приходится 9, 10, 11 класс, ребята приезжают сюда в город, и таким образом у нас в последующем не будет развития села. Поэтому мне бы хотелось все-таки понять, когда будет программа, это первое. И второе – какое строительство специализированного социального жилья и вообще жилья будет запланировано в сельских населенных пунктах. Что касается строительства жилья, то я в докладе отметила, что пока предусмотрено у нас в 2021 году 12 квартир в Арминг, Коротайка. А в целом эта работа ведется. Что касается программы развития сельских поселений, на сегодняшний момент у нас ее нет, она закончила свое действие в 2015 году. Департамент АПК над ней работает. В ходе слушаний были озвучены вопросы, направленные гражданами. Предложения касались предоставления жилья и индексации соцвыплат на ремонт домов и квартир ветеранам боевых действий, а также компенсации расходов на зубопротезирование для этой категории граждан. В числе тем – обеспечение новогодними подарками учащихся среднего звена – возврат, бесплатного питания в школах и бесплатного дополнительного образования для всех категорий детей. На все озвученные вопросы представители органов исполнительной власти дали разъяснение. Кроме того, по словам вице-спикера окружного собрания депутатов Максима Арбузова, по каждому вопросу будет дан письменный ответ. Добавлю, что работа над проектом бюджета будет продолжена в рамках заседаний Постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. В первом чтении законопроект будет рассмотрен 7 ноября. Ирина Некешина, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...